Здравствуйте! В эфире ЛТВ, программа «Итоги недели». Меня зовут Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. На данный момент искусственный интеллект очень помогает психологии, помогает также сфера применения. Это большая обработка данных. Как прошел Международный съезд профессиональных психологов, расскажем в выпуске. Мне очень понравилось, что в Медиа-цех 4К можно встречаться с разными личностями и узнать о них намного больше, о разных сферах, о киномонтаже, о журналистике. Участники проекта «Медиа-цех 4К» побывали в гостях у нашего телеканала. Критерии оценки понятны. Это творческая новизна, это слаженность, это репетированность, это идейность мероприятия. Для детей провели творческий марафон по пропаганде безопасного поведения на дороге. Всем на татаме сегодня желаю побед. Никогда не опускать руки, никогда не сдаваться. Успех придет. Главное – работать, и все будет. Во Дворце спорта состоялось открытое первенство по Кюкашинкай карате. А теперь подробнее о всех событиях. Глава округа Люберцы Владимир Волков провел еженедельное оперативное совещание. Об итогах работы, проделанной за минувшую неделю и планах, на ближайшее время отчитались руководители структурных подразделений. Коллеги, доброе утро. Начнем наше совещание. Сегодня ряд вопросов, которые мы рассмотрим. В этом году было реализовано много проектов крупных, маленьких на территории всего городского округа. Как они были реализованы, какие у нас планы, доложит Романцова Наталья Николаевна. В рамках реализации государственной программы по формированию комфортной городской среды мы постарались увеличить эту программу за счет собственных муниципальных средств нашего местного бюджета. И включили в программу дополнительно благоустройство еще четырех модернизаций детских и спортивных площадок, 31 пешеходной коммуникаций и в три раза больше, чем было включено в государственную программу. Теперь о тех работах, которые запланированы до 1926 года. Таких объектов у нас достаточно много. Это от малых скверов до действительно масштабных, больших проектов. Как и озвучивали ранее, в программу по реализации не входила дальняя часть, так называемая лесная часть Наташинского парка. Благодаря нашему главе Владимиру Михайловичу Волкову и Министерству благоустройства этот вопрос решен. Нам выделено дополнительное финансирование. И для того, чтобы сократить сроки выполнения работы уже в летний период 1925 года, предоставить жителям возможность комфортного пребывания на территории Наташинского парка, работы уже сейчас ведутся как по созданию площадных территорий, так и по устройству дорожно-тропиночной сети. Не могу не отметить важный для нас объект – это перенос памятника защитникам Отечества в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на территорию парка Победы в Красково. На данный момент выполнены работы по отливке самой стелы, облицовке ее гранитом с памятными именами героев красковчан. Сейчас мы ведем работу по созданию площадки для проведения памятных мероприятий и удобному подходу к стелле, чтобы к 9 мая, к празднику Великой Победы, этот объект у нас был завершен. Мемориал «Вечный огонь» на Октябрьском проспекте, дом 116. Проект ремонта мемориала у нас готов. В настоящий момент мы готовим проведение конкурсной процедуры для определения организации исполнителя указанных работ. Начало доклада было небольшие по сравнению с такими крупными реализованными уже проектами. Небольшие дорожки, тропинки, те места, где ходят в школу жители, в поликлиники. В этом году у нас большой запрос на это был. Жители постоянно обращались и на выездных администрациях, и в личном формате реализовано количество достаточно серьезное дополнительно к тому, что было. И вот вся информация, Дмитрий Юрьевич, наверное, у вас есть по году, где что реализовано, не только дорожек, а просьба от наших жителей. Потому что доклады часто носят характер только предложений. А вот то, что было выполнено, как раз сезон уже заканчивается, снег скоро пойдет, и мы уже ничего не реализуем только на следующий год. Вот просьба подобного рода доклад подготовить, что сделано и что забыли, в том числе не стесняться, чтобы на следующий год все эти также просьбы, замечания, предложения все внести, также эту работу продолжить. Следующий доклад – работа блока ЖКХ. Константин Михайлович, пожалуйста. Сегодня управляющими компаниями в рамках ожидания снегопадов, мы уже готовимся к зиме активно, проведена масштабная тренировка выхода коммунальной техники на территории обработки. Соответственно, каждой управляющей компанией разработаны маршруты движения каждой единицы техники, и это отслеживается с помощью системы ГЛОНАСС. Выражаю благодарность всем управляющим компаниям. Работа с 6 часов утра до 8 была проведена, вся техника вышла на линию, вся ГЛОНАСС отображается. Соответственно, сегодня в течение дня мы проведем анализ данной работы, разберем вместе с коллегами ошибки, и, соответственно, представлю дополнительный доклад о проведении данной работы, наверное, уже на следующей неделе. Следующий доклад – также продолжение уличной дорожной сети, работы транспорта, докладчика Гнатов Ивана Алексеевича, пожалуйста. Ежегодно в городском округе проводятся работы по ремонту дорожного полотна. Важно отметить, что в связи с увеличением отремонтированных дорог происходит снижение количества ям. На слайде представлена статистика ямочного ремонта на муниципальных дорогах. Хотел бы рассказать о работах по обустройству тротуаров в городском округе Люберц. В рамках ваших поручений, Владимир Михайлович, а также учитывая обращения граждан, которые были получены как через социальные сети, так и в ходе выездных администраций, С начала года по настоящее время были созданы 8 участков тротуаров, общая площадь которых составляет более 3000 квадратных метров. Коллеги, по повестке все вопросы есть, дополнения, предложения. Если нет, будем заканчивать. Хорошей рабочей недели. В Люберцах провели очередную встречу с жителями в формате выездной администрации. Люберчане задавали вопросы главе округа, руководителям профильных подразделений администрации и управляющих компаний. Также на встрече присутствовали представители Министерства здравоохранения Московской области. Какие проблемы волнуют жителей, расскажем в сюжете. Это место всегда тёмно. Это проход к школе? Это проход получается от дома, идёт и вот сюда начальная школа детям. Это стоянка? Это рынок, торговый центр. А торговый центр? Светофор. А, всё понятно. Да, соответственно, это рынок. То есть это раньше был тротуар, они перекрыли это? Это и есть тротуар, просто ему залило воду. Комфортная пешеходная зона с освещением и создание сквера на улице Побратимов интересуют жителей северной части Люберец. Концепция благоустройства уже разработана и в ближайшие месяцы будет представлена. Вопросы содержания МКД, придомовых территорий и мест общего пользования на контроле у руководства управляющих компаний. Это проблематика парковочных мест, это нарушение парковки, это как бы собственники автомобильных, транспортных средств паркуются, закрывают доступ к пешеходным маршрутам, доступ непосредственно к подъезду к квартирному дому. Обсуждали установку бетонных сфер, каких-то иных ограждений, препятствующих такой парковке. Вам нужно сосудистое отделение? Мне, чтобы сосуды отремонтировали. Понятно. То есть вы у терапевта были, да? Терапевт вам сказал, что вам нужно сосудистой истории помочь, да? Ну да, у меня терапевт вот такой он. С представителями Минздрава жители обсудили сроки ремонтных работ здания бывшей больницы имени Ухтомского, обеспечения льготников лекарствами, вопросы плановой госпитализации. Те вопросы, которые задают люди на месте, да, удается решить точечно, быстро, да и эффективно. Была пациентка, которая, у нее плановая операция намечена на сердце. Ей нужны обследования, которые нужно пройти очень срочно, очень быстро. А назначены они были сегодня в 4-й поликлинике в городской округе Люберцы только на 9 декабря. Этот вопрос мы взяли на контроль. И завтра этот вопрос, безусловно, решим. На встрече обсудили качество уборки дворов, сохранность зеленых насаждений при проведении капитального ремонта домов, вывоз мусора. Более 30 вопросов взяли в работу. Богдан Колесников, Петр Панмаренко, телеканал ЛТВ. В картинной галереи городского округа Люберцы прошла первая конференция местного отделения «Единой России». Основной вопрос – создание нового объединения, в состав которого вошли отделения из городских округов Люберцы и Держинский, а также некоторых территорий Раменского. Тему продолжит наш корреспондент. В начале конференции Владимир Волков предоставил отчет о работе местного отделения за 2022-2024 годы. По многим из них Люберцы в лидерах Подмосковья. Он отметил, что приоритетным направлением работы остается поддержка бойцов СВО и членов их семей. Также Люберцы продолжают удерживать лидерскую позицию в вопросах взаимодействия с жителями. За отчетный период партийцы отработали около 6 тысяч обращений в сфере ЖКХ, социального обеспечения, юридической помощи. Это подтверждает высокий уровень доверия граждан к нашей партии. С начала специальной военной операции организовано более 2,5 тысячи мероприятий в рамках гуманитарной миссии. Каждая семья участника СВО закреплена за конкретным депутатом, что позволяет максимально оперативно решать все возникающие вопросы. С начала спецоперации отделениями партии собрано и передано более 170 тонн гуманитарной помощи. Участие в конференции приняли депутат Госдумы Роман Терюшков, депутат Мособлдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Лидия Антонова и первый заместитель секретаря регионального отделения партии Денис Перепелицын. В этом году приняты законы Московской области об объединении городских округов Люберцы и Дзержинский, а также изменения границ с Раменским округом. Главный вопрос на повестке конференции – объединение и местных отделений партий. В ходе обсуждения выделены ключевые положительные аспекты нового формирования. Участники конференции отметили, что объединение позволит более эффективно решать проблемы, используя опыт и ресурсы каждого из округов. Прошлый опыт показывает, что именно такое объединение, когда советы депутатов выступают единым фронтом, когда они направлены на достижение единой цели, наиболее всегда эффективно. Ведь, посмотрите, объединяются же не только города, объединяются бюджеты, объединяются депутатский корпус, объединяются социальные программы. Все это в итоге направлено на улучшение социально-политического самочувствия жителей. Вы знаете, у нас исторически Люберцы и Дзержинский были вместе. Безусловно, это единая система управления. Мы можем сделать жизнь наших людей более удобной. Объединение позволит повысить уровень именно жителей Дзержинского, потому что на сегодняшний момент до этого объединения партия городского округа Люберцы, местного отделения, более высоко оценивалась на уровне Московской области. Поэтому, соответственно, мы будем подтягиваться и для общего благополучия наших жителей, я думаю, у нас все получится. В декабре Люберецкое отделение партии проведет предварительное голосование, которое определит 32 кандидата для выборов в Совет депутатов нового созыва. Секретарем местного отделения партии «Единая Россия» единогласно избран Владимир Волков. Это очень важный исторический момент, так как теперь мы большой городской округ, единый. И помимо границ, помимо всех остальных присоединенных механизмов, конечно же, партия должна также носить единое началие, характер единого целого. Партийцы и наши, и коллеги, те, которые влились в наше отделение, всегда самые активные. Эту работу важно продолжать, ни в коем случае она не должна останавливаться. Именно для этого сегодня мы собрались, чтобы на том же высоком уровне, мы в рейтингах всегда занимаем лидирующие позиции, входим в тройку, чтобы на этой же высокой планке и держать этот же уровень. Участники подчеркивали, что перед партийцами стоит задача оправдать доверие тысячи жителей округов. И это потребует слаженной работы и активного взаимодействия с населением. Объединенное отделение «Единой России» насчитывает 196 первичных отделений. Это более 4 тысяч партийцев и 3 тысяч сторонников. Анастасия Кладинова, Сергей Гвоздев, Телеканал ЛТВ. В день женского предпринимательства Люберецкие единороссы организовали деловой завтрак для бизнес-леди. Какие вопросы обсудили за утренней чашкой кофе, расскажет Богдан Колесников. Заявить о себе, обменяться опытом и в неформальной обстановке пообщаться с представителями власти. Такую возможность Люберецкие бизнес-леди получили благодаря реализации партийного проекта «Предпринимательство». С депутатами-единороссами коммерсанты обсудили тенденции развития малого и среднего бизнеса и проблемы, с которыми они сталкиваются при ведении своего дела. Сейчас же бизнес терпит на самом деле огромные колебания. Каждый день идет новый подход для того, чтобы удержать клиентов, как-то прорваться вперед, да даже встать на месте. Вы включаете огромный креатив. То есть вам нужен креатив не только дома, чтобы супругу удивить, мужчину удивить, детей одеть. Вам еще нужен креатив для того, чтобы удержать свой бизнес, постараться все это держать на плаву. Предприниматели поделились секретами успеха и опытом участия в грантовых конкурсах. Оживленную дискуссию вызвало развитие социального предпринимательства. Когда кто-то говорит, что бизнес и благотворительность – это дело несовместимое. А мы сегодня как раз и обсудили то, что это достаточно совместимо, и как благотворительные проекты, социальные проекты, они помогают бизнесу. Так как я в Совете депутатов возглавляю комиссию по предпринимательству малому и среднему бизнесу, конечно, иногда есть такие вопросы элементарные, это в плане коммуникации. Потому что люди, когда открывают какой-то бизнес в городском округе, им реально немножко, они не знают, куда там пойти, у кого еще спросить. Такие встречи, признались бизнес-леди, помогают наладить диалог между частным предпринимательством и властью, укрепляют корпоративные отношения и развивают деловые связи. Я очень рада, что была приглашена на такое мероприятие, потому что это очень значимо. На самом деле, женщины должны между собой встречаться, общаться, делиться своими проблемами, радостями. Да, вы знаете, сколько можно решить вопросов за одним столом. Вдвойне приятно, что и город Люберцы, которые стали нам сейчас братьями, сестрами, близкими, людьми, но хотя мы всегда были близкие, организовывают и приглашают уже нас на такие мероприятия. Я думаю, что у таких мероприятий будет большое будущее. Спасибо вам всем. В округе провели девятый съезд Международной профессиональной ассоциации психологов. Выступали представители из разных городов, которые делились инновационными подходами и методами помощи людям в преодолении эмоциональных и психологических трудностей. С профессионалами своего дела пообщалась Анастасия Кладинова. Международная профессиональная ассоциация психологов – это содружество специалистов. В области научно-практической психологии. Такие встречи направлены на повышение уровня знаний, популяризации профессии и обмена опытом. Конечно, это и профессиональное развитие, и это профилактика выгорания, потому что коллеги могут взаимодействовать и общаться друг с другом. Сегодня присутствуют замечательные спикеры, очень много кандидатов в науку. Среди зрителей у нас есть и доктора наук, выдающиеся ученые. И вот сегодня мы в одном пространстве, чтобы поговорить о науке психологии, которая встроена во все научные познания, потому что там, где человек, всегда психология. Мероприятие прошло вознаменование трех знаковых юбилеев. 145 лет науке психологии, 10 лет профессиональному содружеству психологов и 5 лет с момента реорганизации в Международную профессиональную ассоциацию психологов. С этими датами президента Международной профессиональной ассоциации психологов поздравил глава округа Владимир Волков. Работа ваша, она не воплощается в реализованные, скажем так, проекты благоустройства на улицах. Ее нельзя увидеть в стройках в реализованных проектах, ее нельзя ощутить как-то руками. Но вы точно затрагиваете самые тонкие нотки души и помогаете людям в сложных ситуациях, за что еще раз огромное спасибо. Это очень важная работа, наука и, конечно же, призвание. Участники съезда выступили с докладами и визуальными материалами, в которых делились наработками. Каждое выступление дало возможность рассмотреть и узнать новые методы в проведении разных психологических терапий. От арт-программ до когнитивной практики. Особое внимание уделялось адаптации новых технологий. Я являюсь разработчиком направления арт-воготерапии. Это направление, объединяющее творчество, искусство и смысл. Да, мы через творческую составляющую поднимаемся к логотерапии, к смыслам. Помогаю людям проблемы с деменцией, также с черепно-мозговыми травмами, проблемы с инсультами. То есть восстанавливаем высшие психические функции. Тема моего доклада «Искусственный интеллект в психологии». На данный момент искусственный интеллект очень помогает в психологии, помогает также сфера применения, это большая обработка данных. Искусственный интеллект уже умеет ставить диагнозы, например, УКР, и даже превзошел медицинских работников. Ведущие специалисты проводили мастер-классы. Завершением съезда стало награждение выдающихся членов ассоциации. Словами благодарности и признания отмечены их многолетние усилия, новаторские идеи и вклад в развитие психологии как науки. Состоялось общегородское родительское собрание, посвященное подготовке выпускников 9-11 классов к экзаменам. На собрании рассмотрели важнейшие аспекты подготовки к итоговой аттестации, а также порядок проведения ЕГЭ и ОГЭ. На месте работала съемочная группа нашего телеканала. Мероприятие собрало большое количество родителей, стремящихся получить актуальную информацию о предстоящих испытаниях. Выступающие подробно рассказали о ключевых аспектах подготовки, обращая внимание на важность систематического подхода к изучению учебного материала. Акцент сделали и на подготовке школ городского округа к проведению выпускных экзаменов. У нас будет привлечено на период итоговой аттестации более 500 сотрудников для проведения экзаменов. А всего 11-ти классников в этом году у нас, ну я имею ввиду 24-25 учебный год, 1354 ребенка. Государственная итоговая аттестация в 11-х классах по срокам уже нам понятна. И приказ Рособорнадзора состоялся. Сроки каждого экзамена определены. И первый экзамен начнется уже 23-го мая. Экзамены в 9-х классах у нас начнутся немножко раньше. С 21-го мая. Также озвучены основные этапы проведения ЕГЭ, включая регистрацию и сроки получения результатов. Особое внимание порядку проведения экзаменов. Каждая аудитория будет снабжена камерами видеонаблюдения. Мы когда проводим экзамены, мы ставим рамки, которые реагируют чутко на электронные часы, на мобильный телефон и так далее. Поэтому мы рекомендуем сразу детям выкладывать телефоны, не рисковать ни в коем случае, на стол положить, потом убрать в коробочку. И ответственный, кто привел детей, может забрать телефоны до окончания экзамена. Выступили и представители вузов. Они рассказали о правилах поступления, требованиях к абитуриентам и возможностях, которые открываются перед выпускниками. Родители задавали вопросы, касающиеся специфики каждой образовательной программы и получили рекомендации по выбору будущей профессии. Анастасия Кладинова, Пётр Пономаренко, телеканал ЛТВ. Стартовал муниципальный этап всероссийского конкурса «Педагог года-2025». За победу будут бороться 15 воспитателей и 21 учитель. На церемонии открытия, которую провели в 27-й школе, работали мои коллеги. Это традиционный праздник для системы образования всей Московской области и, конечно же, городского округа Люберцы. На сегодняшний день в системе образования у нас всего лишь навсего 23 образовательных комплекса, 23 юридических лица. И практически каждый комплекс выдвинул для участия в этом конкурсе своих наилучших педагогов. В течение месяца ровно столько продлится первый этап. 36 конкурсантам предстоит проявить творческий потенциал, коммуникативные способности, знания и умение работать с детьми. Та энергия и то вдохновение, которые дарят общение с учениками, они какие-то неиссякаемые. Ими хочется делиться. Их хватает на семью, на друзей, на самих учеников. И более того, я чувствую ценность и важность своего труда. Первое испытание – визитная карточка. Конкурсанты рассказывали о своих увлечениях и почему выбрали именно профессию педагога. Например, Владислав Каминцев связал со школой жизнь из-за любви к детям и желания передавать свои знания. А чувствую я, в первую очередь, наверное, ради обмена опытом. То есть у меня, как у молодого специалиста, свой взгляд на образование какой-то уже сформировался. И у моих коллег уже многолетний опыт, который в разных апостасиях они в рамках конкурса продемонстрируют. И в соревновательном формате это всегда лучше доходит. На самом деле, я узнал про конкурс вчера. Поэтому это вдвойне интересно. Для меня сегодняшний день действительно символичный. Я участвую в таком знаменательном конкурсе, таком значимом конкурсе. И это всё в мой день рождения. А участвую я для того, чтобы показать, насколько интересным может быть урок, насколько интересным может быть учитель. И для того, чтобы поделиться любовью со своими учениками. На протяжении всего конкурса оценивать профессиональные качества педагогов будут опытные эксперты. Среди них Валентина Сергеева. Победитель самого первого конкурса педагогического мастерства, проводимого в Люберцах. Я участник конкурса 91-го года. Курирую конкурс уже четверть века в районе у нас. И до сих пор это волнение, это переживание. Первое – это за них, за конкурсантов, чтобы у них комфортно было на душе, чтобы у них хорошее впечатление осталось от конкурса. Первое, что я хочу пожелать, это, конечно, победы, удачи, не сдаваться. Потому что конкурс – это есть большая курсовая подготовка, которая не заменит никакими другими формами. По итогам первого этапа определят 10 финалистов. Они продолжат борьбу за звание «Воспитатель года» и «Учитель года». Имена победителей объявят в конце января. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛТВ. В городском округе стартовала выездная смена для одаренных детей. На протяжении пяти дней призеры и победители муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников будут посещать мастер-классы, лекции и практикумы от преподавателей вузов и лучших учителей округа. Тему продолжит наш корреспондент. Ежегодно мы проводим выездную смену для одаренных детей. Это интенсив по основным предметам, по трем направлениям, которые в дальнейшем помогают нашим ребятам городского округа Люберцы защищать честь Люберец на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Каждый день, наполненный новым опытом, начинается с утренней зарядки для ума. Острые дискуссии о литературных шедеврах, анализ исторических событий или погружение в законы математики. Помогают школьникам познавать новые преподаватели вузов и лучшие учителя округа, которые подбирают индивидуальный подход к каждой группе учеников. Мы не первый год работаем здесь с ребятами и стараемся сделать так, чтобы у них была возможность настроить себя на борьбу за победу. Мы стараемся здесь, собираясь с детьми, не только освежить в памяти какие-то исторические события, но и научить их бороться до конца за каждый бал. Со школьниками проводят занятия с углубленным изучением по трем направлениям. Естественно, научная, физико-математическая и гуманитарная. Интенсивный форум направлен не только на получение высоких результатов в следующих этапах олимпиады, но и на помощь в выборе будущей профессии. Кирилл Максимов в выездной смене участвует не впервые и благодаря ей понял, что хочет стать врачом. Нас готовят не только по формату олимпиад, но также мы узнаем много нового для сдачи экзаменов, а это очень полезно и всегда расширяют наш кругозор во всех предметах. Каждый раз приходишь, думаешь, что ты все знаешь, но тебе всегда открывают глаза на что-то новое. Площадкой для интенсивного форума стала 41-я гимназия. Занятия проходят в период каникул. Всего в программе участвует более 350 старшеклассников. Выездную смену для одаренных детей в городском округе Люберцы проводят пятый год. Анастасия Кладинова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛТВ. Проверить знания, проявить креативность и получить практический опыт в медиасфере. Такая возможность появилась у люберецкой молодежи в рамках нового проекта «Медиа-цех 4К». На день открытия, где побывали мои коллеги, пригласили почетных гостей. Подробнее в нашем следующем сюжете. Мне очень приятно, что у нас такая молодежь, лучшая молодежь. Хочется пожелать, чтобы все ваши планы воплотились. Будьте амбициозны, ставьте максимальные для себя задачи, у вас все получится. Наверное, самое главное в журналистике, а в телевизионной журналистике, это особо важно найти свою команду. Потому что журналистика и телевизионная журналистика – это прежде всего команда. Команда единомышленников, команда людей, которые смотрят в одном направлении, дышат одним воздухом. Еще раз удачи. Ну а самых лучших мы ждем у себя. Участниками первого потока медиашколы стали 45 старшеклассников и студентов. Чтобы проверить знания молодежи в области масс-медиа, журналистского творчества и медиасферы, организаторы подготовили викторину. Приехал сюда как волонтер. Просто вот езжу почти на каждое мероприятие. Мне просто это нравится. Вообще, квиз – классная игра. Вот мы начали с команды, играем. Все круто. Угадываем, конечно, не все, но мы, конечно, подготовлены. Решил быть до самого конца, почему бы и нет. Ну и решил помогать людям через интернет. Я верю в нашу команду, мы победим. По результатам квиза сформированы четыре команды. На протяжении полутора месяцев ребят ждет насыщенная программа по четырем направлениям обучения в сфере медиа от профессионалов своего дела. Театральная лаборатория – это будут актеры, режиссеры, сценаристы. Если мы берем блок лаборатория сценаристов-режиссеров, это будет блок с написанием сценарием, написание любого текстового контента от поста до полноценного сценария для полнометражного фильма. Будет направление техногурум, где мы будем учиться фотосъемке, видеомонтажу, настройки оборудования и продакшен и постпродакшен материала. И, конечно же, направление СММ – как продавать этот продукт, как рекламировать, в каких социальных сетях и как это работает. Лучшие проекты будут представлены на медиавыпускном, который состоится в конце декабря. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, Телеканал ЛТВ. Знакомство с закулисьем нашего телеканала и возможность пообщаться с профессиональными журналистами стало еще одной страницей молодежного проекта «Медиа-цех 4К». С участниками медиашколы, которые на один день погрузились в мир телевидения, пообщались мои коллеги. Здравствуйте. Сегодня у нас программа «Открытый диалог». И у нас в гостях Екатерина. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о медиа-цехе 4К. Екатерина, знаете ли вы, что такое 4К? Да, я знаю, что такое 4К, потому что я участник медиа-цеха. 4К расшифровывается как контент, концепт, креатив и качество. Попробовать себя в роли телеведущего и узнать некоторые тонкости профессии журналиста. Старшеклассники и студенты из Люберец, которые на полтора месяца погрузились в захватывающий медиамир, осваивая практические навыки и развивая творческие идеи, пообщались с журналистами телеканала ЛТВ и узнали лайфхаки. Один из главных вопросов – как телеведущему бороться с волнением перед выходом в эфир? Самое главное – это замечательно, что вы волнуетесь. Если у вас волнение прошло, в принципе, можно из профессии уходить. Это вам скажет и актер, и, я не знаю, там, следователь особо важных дел, и режиссер, и ведущий. Волнение, безусловно, присутствует. Но поверьте мне, как только ты выходишь в эфир, или начинается запись, оно куда-то, ну, не то что улетучивается, а потому что ты переходишь в другое состояние, вот как я говорю студентам… Ребята познакомились с работой режиссера монтажа, телеоператора и корреспондента, а также увидели, как проходит запись программы «Открытый диалог», которые регулярно выходят на Люберецком телевидении более 10 лет. Помимо каких-то уроков ораторского искусства, каких-то азов киноведения, я еще и попал на само ЛТВ. Я действительно смог увидеть, что такое быть на интервью, что такое сама студия, и каково это быть журналистом. Теперь я понял то, что журналистика – это действительно мое. Мне очень понравилось, что в Митяшколе можно встречаться с разными личностями и узнавать от них намного больше о разных сферах, о киномонтаже, о журналистике. Мне очень понравилось находиться в камере, где можно переключать разные сцены. Очень понравилось быть ведущим. Полученные в рамках Медиашколы знания и навыки, в том числе во время встречи с командой ЛТВ, помогут добиться успехов в медиа и реализовать свои идеи и проекты. Лучшие будут представлены в конце декабря. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛТВ. В инженерно-технологическом лицее прошел марафон творческих программ, посвященный важной теме – пропаганде безопасного поведения детей на дорогах. В финале приняли участие команды-победители зональных этапов из 10 городских округов Подмосковья. Подробнее расскажем в следующем сюжете. Марафон творческих программ по пропаганде безопасного поведения детей на дорогах – большой творческий конкурс, в котором ежегодно принимают участие сотни человек. Только на областной этап фестиваля в этом году представлено 57 работ из 39 муниципальных образований Подмосковья. Но в финал вошли только 10 лучших. Среди них команда «Экспресс», которая представляла Орехова-Зуева. К выступлению ребята готовились больше трех месяцев. Когда мы вообще начали изначально заниматься, мы смотрели сценарий и по нему прям прогоняли. Мы учили песни, мы какие-то песни убирали, слова добавляли, убирали слова. Это было интересно. И если у кого-то что-то не получалось, наша семья Юидовская нас поддерживала. Были сложности, но мы со всем справились. Мы с командой надеемся на первое место. Тема безопасности на дороге в этом марафоне раскрылась с разных сторон. От ярких анимаций до театрализованных сцен. Жюри, состоящие из профессиональных педагогов и представителей автоинспекции, внимательно оценивают не только креативность, но и образовательный аспект представленных работ. Критерии оценки понятны. Это творческая новизна, это слаженность, это репетированность, это идейность мероприятия. В любом случае здесь главный не конкурс, здесь главная фестивальная составляющая, потому что все дети победители, те, которые знают правила дорожного движения. Такие конкурсы проводятся, конечно же, для пропаганды правил дорожного движения, чтобы маленькие дети уже со школьных времен изучали правила дорожного движения и рекомендовали изучать своим сверстникам. Этот марафон стал не только полем для творчества, но и важнейшей инициативой в формировании культуры безопасного поведения на дорогах среди подрастающего поколения. Анастасия Кладинова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛТВ День матери в этом году отмечается 24 ноября. В канун праздника любрецких мам и бабушек поздравили в торжественной обстановке, а многодетных матерей округа отметили наградами. Концерт прошел в культурно-просветительском центре. Самый трогательный и душевный праздник – День матери. В культурно-просветительском центре собрались те, кто гордо носит звание «Мама». На сцене юные таланты округа с вокальными и танцевальными номерами. Прозвучали поздравления и от главы Владимира Волкова. Хочу поздравить всю нашу большую семью Леберецкого городского округа с тем, что мы большая счастливая семья, и это счастье в каждый дом, в каждую семью несете вы. Низкий поклон вам, наши мамы. Здоровья, благополучия, счастья. Пусть счастлива будет каждый ребенок, пусть счастлива будет каждая семья. С наступающим праздником! Благодарственные письма и подарки получили многодетные мамы-люберец. У Елены Куракиной пятеро детей. Старше 16, а младшему 7. Сама Елена тоже росла в многодетной семье. До рождения первенца работала медицинской сестрой. Потом полностью отдала себя материнству. Я еще, можно сказать, даже с подросткового возраста, как-то была уверена, что у меня будет немаленькая семья. И муж тоже хотел много детей, поэтому наши дети запланированные. Было у нас желание, ну как есть такая любовь к детям, большой импульс воспитывать их хорошими людьми. В нашей стране День Матери отмечается с 1998 года. Этот праздник завоевал популярность среди россиян, так как дает возможность вновь выразить свою любовь и подарить заботу самым близким людям – мамам. В округе прошел первый областной фестиваль фольклорной культуры «Лучшие народные наши». Зрители познакомились с русским народным творчеством и самобытной культурой регионов России. На праздники работали наши коллеги. Фестиваль объединил традиции, мастерство и душу русского фольклора. Лучшие творческие коллективы Московской области представили национальное наследие через музыку, песни и танцы. Такого фестиваля в принципе еще на территории всей Российской Федерации не было. Сегодня у нас участвуют 9 округов Московской области и 14 коллективов. Конечно же, люберцы тоже принимают участие как хедлайнеры этого мероприятия. Сегодня здесь собрались самые сильные коллективы, заслуженные образцовые Московской области. И мы очень рады всех приветствовать здесь, на люберецкой земле. Все коллективы, которые выступили на фестивале, по праву называют хранителями русского фольклора и народной культуры, которая отражает жизнь людей, радости и горести, обычаи и традиции. Каждая мелодия, песня или танец – это целая история. Богатство и разнообразие музыкальной палитры представил оркестр русских народных инструментов из Серпухова. Так как мы участвуем в фестивале, посвященном фольклорным традициям, естественно, мы выбрали произведение Владимира Конова «Распотешься народ» именно поэтому. Эти песни все на слуху у зрителей. И поэтому, я так думаю, они, узнавая эти мелодии, нас так замечательно приняли. Нам очень приятно. Мы из ансамбля «Истра», ансамбль песни и танца «Истра». И танцуем мы сегодня «Акулинку». Нашему ансамблю 75 лет в этом году исполнилось. Зрители очень доброжелательные, всех встречают бурными аплодисментами. Хочется, чтобы фестиваль проходил ежегодно и притягивает сюда молодежь. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛТВ Большой праздник в Томилинском парке сказок. Для детей и взрослых подготовили мастер-классы, спортивные игры и интерактивные квесты. Эмоции люберчан в нашем следующем сюжете. Праздник открылся парадом сказочных героев. В костюмированном шествии мог принять участие каждый житель. Я пришел в костюме пирата, и мы очень долго с мамой его готовили. Мы сегодня пришли на этот прекрасный праздник сказок. Пришли сюда, чтобы повеселиться и провести хорошо время. Мы очень ждем Деда Мороза и хотим тут хорошо провести время, с веселем и счастьем. Мы пришли здесь веселить друзей, ребят. И я хочу, чтобы выпал снег, и чтобы мы насолодились этой осенью последней. Пока осень не сдаёт свои права и радует хорошей погодой, детвора вместе с родителями, бабушками и дедушками проводят время в парке. Очень рада, что такие мероприятия проводят. Алиночка, аплодисменты, жена Дедушку Мороза. Тоже самое первое. Готовимся к Новому году. Дедушка Мороз! Главный зимний волшебник не заставил себя долго ждать. И ребята окунулись в настоящую сказку. Вдохновленные праздничной атмосферой, они поздравили Деда Мороза с его днём рождения, который отмечается 18 ноября. Считается, что именно в этот день на его родине, в Великом Устюге, наступает настоящая зима и ударяют первые морозы. Люберцы пригласили меня первым, прямиком из Великого Устюга. И первыми поздравили с моим днём рождения. Да, сейчас у меня в руках метла. Но совсем скоро наступит зима, и метла превратится в магический посох. Так что, друзья, готовьтесь к Новому году. Я всех поздравляю с наступающим Новым годом! Уже 1 декабря Люберчан ждёт весёлый массовый забег в Валенках. Его проведут в Центральном парке. Богдан Колесников, Денис Заугольников, Телеканал ЛТВ. Дворец спорта «Триумф» вновь объединил профессионалов и любителей одного из сильнейших видов спорта. Открытое первенство округа по кёк, шинкай карате проходит в Люберцах в 21-й раз. В состязаниях приняли участие 450 спортсменов. За боями наблюдали мои коллеги. Право открыть соревнования у самого опытного спортсмена. Захар Коняев за 17 лет упорных занятий освоил все тонкости боевого искусства. Это дало ему право получить второй дан по карате. Теперь спортсмен передаёт знания и опыт своим воспитанникам. Когда-то, в далёких 2007-х годах, я также приходил и начинал выступать. И смотрел на старших, которые также нам подавали достойный пример и выступали на международных аренах. Всем на татаме сегодня желаю побед. Никогда не опускать руки, никогда не сдаваться. Успех придёт. Главное – работать, и всё будет. Ещё добавляй ноги. Ноги по ногам, Макс. Руки выше. За призовые места состязались участники из Подмосковья, Тверской, Ярославской, Тамбовской, Ивановской и Воронежской областей. Люберцы представили 180 человек. Максим Смирнов занимается карате только год. В соревнованиях такого уровня участвует впервые. Я очень довольна, что я выиграл. Соперник был так себе, но хороший. Но я хочу стать символитом каратиста. Очень плотно сейчас работаем по борцовской практике. И в то же время работаем по ударной тоже. Соответственно, скоростя, связки, перемещения и вообще манера поединков, манера всего очень сильно у нас развивается и растёт. Вообще, с японского это общество искателей абсолютно истинно переводится. Оно считается самым сильным, самым жёстким карате в мире. Потому что уже после того, как дети вырастают, становятся юниорами, мы снимаем всю защиту и дерёмся без ничего. По результатам турнира сильнейшим каратистам присвоят спортивные разряды. А люберчане, ставшие победителями и призёрами, в феврале представят люберцы на соревнованиях Центрального федерального округа. А на этом выпуск завершён. Ещё больше интересных новостей можете искать в наших социальных сетях либо у нас на сайте ltv24.ru. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин